Завершать начатое, а не создавать долгострои. В этом году, согласно постановлению Кабмина, Приморску выделено почти 50 миллионов гривен на завершение объектов незавершенного строительства. В каком состоянии они сегодня находятся, выяснял исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации во время рабочей поездки в Приморский район. Один из главных объектов, на который выделили деньги, Приморская центральная районная больница. Со ее расширения и поликлиника на 300 посетителей обойдутся примерно в 30 миллионов гривен. Строительство начали еще в 2011 году, с тех пор освоили более 8 миллионов. В настоящее время есть кирпичная кладка, кровля и бетонные блоки. Частично выполнены цементная стяжка под устройство пола, утепление фасада, установлено внутреннее освещение, отопление, канализация и вентиляция помещений. Для капитального ремонта ныне действующей районной больницы надо еще 5 миллионов гривен. Переочередная задача, чтобы деньги, которые на социальные такие проекты были использованы, во-первых, включать в те объекты, которые уже практически готовы на 50-60 процентов. Лучше что-то одно доделать, нежели начинать новые стройки, чтобы они потом годами стояли недостроями. В рамках рабочей поездки заседание областной выездной приемной по рассмотрению обращений субъектов предпринимательской деятельности и личный прием. Особливо актуальным есть вопросы транспортного получения. И певничные села нашего района фактически отрезаны от районного центра, от места Приморска. Это Гюнівка, Радолівка, станция Нельгівка, Нельгівка, Зеленівка, Юрівка, ну и практически Каларівка, не имеют возможности напрямую дістатися районного центру. Это створює немалі незручності і проблеми для пенсионерів, для працівників соціальної сфери, працівників комунальних підприємств і просто для звичайних жителів наших сіл. Во время личного приема выясняється, возле детского санаторія «Волна» вроде бы незаконно ведется строительство бывшими руководителями района. В понедельник буквально собираю совещание, все силовики, почему уголовное производство ведется ненадлежащим образом и так затягивается, почему архбудконтроль инспекции выдает свидетельство на начале строительства незаконно. Будем это все признавать незаконным, доведем все до конца. Я думаю, что в конце, может быть, даже передадим, как бесхозное имущество, этому санаторию для детей. Но чиновники себя так цинично, бывшие чиновники, вести на территории Приморского района не будут. В рамках правительственного финансирования деньги планируют выделить также на капитальный ремонт кровли школы и реконструкцию семейного общежития. В последнем намерены обустроить 50 квартир для социальных работников и вынужденных переселенцев.